Лапами кондиционер не выключить, на улицу в любое время не выйти. В жару жизнь и здоровье домашних питомцев полностью зависят от хозяев. И здесь важно уметь распознать симптомы солнечного или теплового удара. Если у животного появляется одышка сильная, если какое-то обильное слюнотечение, если нарушение ориентации, потеря сознания, то есть животному нужно сразу оказывать помощь. Нужно перенести животное в тень, смочить лоб и лапы. Ни в коем случае нельзя бросать питомца в воду или обильно поливать. Касается это правило и тех, кто в жару отдыхает и купается с питомцем на Волге. Если вы на контрасте польете или умоете или искупаете животное ледяной водой, вы получите обратный эффект, потому что произойдет спазм сосудов. Резких перепадов температуры делать ни в коем случае нельзя. То есть если вы польете животное комнатной температурой, выпустите на жару, здесь будет эффект паровой, тоже ничего хорошего. Еще один насущный вопрос – стричь или не стричь питомца в жару. С одной стороны, шерсть создает своеобразную холодную воздушную подушку. С другой, если шерсть сваляется, то сквозь плотные комки не пройдет воздух и нарушится теплообмен. Потому главной причиной стрижки все-таки является гигиена. У веслоухого шотландца по кличке Батон шерсть густая и, что называется, снегом летает по квартире. Потому все модные тенденции зоофэшн-индустрии он узнает на себе. Вообще сама процедура сама по себе безболезненна для животных. То есть мы их стрижем машинкой, достригаем ножницами мордочку. Стандартная стрижка кошек изобревается лезвием 1,5 мм или 1,8 мм. Мы оставляем круглую мордочку, кроличьи лапки спереди и сзади и кисточку на хвосте. Некоторые стрижки делают дракончиком по спинке или же дракончик такой на хвосте, елочкой больше похож. В случае с котами получается эдакий мамин лев. Но чаще стрижки требуется искусственно выведенным декоративным собачкам, для которых длинная и часто нелиняющая шерсть является главной гордостью. Но это еще не все. В этом сезоне в тренде колорирование, ароматерапия и озоновые ванны для питомцев. Парфюмы специально для животных. Мы им обрабатываем и он как человеческий работает, хватает на 3-4 дня. Есть озоновые ванны, озонотерапия она называется. Мы помещаем, допустим, шпицов. Это, как правило, на шпицов, на маленьких собак больше действует. Озонотерапия, она способствует, я так помню, что она способствует правильному составу шерсти, чтобы шерсть росла. И чтобы это убирает лапецию, я знаю, у шпицов, и озонотерапия помогает именно вот от нее. Самое главное во всех этих процедурах – знать меру и не навредить в погоне за красотой. А вот то, что однозначно сделает вашего питомца красивым и здоровым, так это любовь и забота. Ольга Хомракулова, Николай Сидоров. События. Субтитры создавал DimaTorzok